Добрый день всем, кто смотрит нашу передачу Куншуах в прямом эфире на календаре 23 июня четверг. Желаем всем летнего прекрасного настроения, новых эмоций и ярких красок. Как обычно после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 и пожелания нашим гостям в студии, ну и также всем государственным служащим и еще присоединиться и к поздравлениям ко дню именно казахстанской полиции. Я с большим удовольствием хочу представить вам сегодня наших гостей в студии. Это Гуржиан Жангузина, заведующая сельским хозяйством и предпринимательством Галина Жучкова, заведующий сектором отдела занятости Наталья Калманова, главный специалист аппарата Акима, Гульзада Булекова, Аким сельского округа Шалгай, Альбина Исаева, главный специалист отдела архитектуры и строительства, Даниэр Кушубаев, руководитель отдела ЖКХ района Байтирек. Я думаю, что сейчас вы еще ближе познакомите нас с собой. Я еще раз присоединяюсь к тем поздравлениям, которые озвучила в начале. Поздравляю вас с праздником, хочу пожелать вам только успехов в работе. И мы знаем, что именно ваша работа очень полезна обществу. И в этот день хотелось бы пожелать вам неиссякаемого оптимизма, настойчивости в работе и мудрости в принятии решений. Хотелось бы сначала задать вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, государственный служащий, как мы знаем, кроме исполнения своих непосредственных обязанностей, должен быть именно человеком долга, высоких моральных принципов, примером для всех во взаимоотношениях и с коллегами, с близкими, коммуникабельным настолько, чтобы находить общий язык с разными людьми. Ну вот, хотелось бы, чтобы вы продолжили вот такую фразу. Быть госслужащим. Что значит именно для вас? Пожалуйста. Даниэль, с вас начнем, наверное. Ну, быть государственным служащим, это, во-первых, быть преданным своему народу, то есть выполнять все те поставленные перед собой задачи, цели на выполнение тех задач, которые необходимы на сегодняшний день нашим гражданам. Основным, то есть, приоритетом государственного служащего, это в первую очередь является наша прозрачность, наша эффективность, наша ориентированность на права и те задачи, которые перед нами ставит население. И поэтому, то есть, наша основная задача, то есть, приносить людям те, выполнять те задачи и приносить людям те блага, то есть, чтобы наше население, наши граждане были удовлетворены на сегодняшний день, то есть, жизнью, чтобы их, то есть, наши выполняемые нами задачи, чтобы только для наших граждан, только то, что было, ну, на благо. Спасибо. Вы можете тоже дополнить. Быть государственным служащим. Что это значит для вас лично? Пожалуйста. Государственный служащий, уже само понятие говорит само за себя, это служение народу, служение стране. Государственный служащий, он является проводником государственной политики в обществе. На государственного служащего налагаются определенные обязательства, он принимает на себя, став на этот путь, на путь служения. Основная цель государственного служащего – это повышение качества уровня жизни, решение проблем, повышение социально-экономического уровня в обществе. Поэтому быть государственным служащим – это почетно. И можно сказать, как вам, можно сказать, помимо того, что это почетно, оно еще и является очень ответственным. – Согласна с вами. Ну вот, каким, по вашему мнению, должен быть государственный служащий по складу характера, чтобы построить отличную карьеру, как вы построили, какими знаниями и навыками он должен обладать? – Ну, это, я скажу так, что это, прежде всего, должен быть человек очень ответственный и терпеливый. На госслужбе это, прежде всего, терпение, понимание и правильно донести всю ту суть, которую нам ставит государство до простого народа. Вот мы на своей работе в районе общаемся с большим количеством руководителями сельхозформирований, главами крестьянских хозяйств. И вот наша цель с предпринимателями – правильно донести до народа всю ту поставленную задачу, все те программы, которые именно идут на увеличение доходов населения, сейчас много программ, которые действительно помогают на селе поднять уровень доходов на жителей села. И вот цель нашей, наших государственных служб, именно в районах, мы должны довести, правильно преподнести всю эту, всю политику нашего государства. От нас зависит, как это поймут на селе, как воспримут. И поэтому считаю, что государственные служащие должны обязательно быть таким ответственным человеком, терпеливым, понимающим. И, ну, как я уже сказала, должна быть обратная связь сюда. Вот мы должны также, учитывая все мнения, все пожелания народа, ну, рабочих, также все это наверх передать, все те поставленные задачи, проблемы. И мы должны быть, как сказал наш коллега, проводником нашей политики. Конечно, всеми этими качествами вы обладаете. Не зря вас сегодня направили к нам на передачу. Стоит отметить, что вы представляете сейчас район Байтирека, и ваши земляки, наверное, тоже смотрят сегодня передачу. Они радуются за ваши успехи. И я еще раз призываю всех телезрителей к активности. Звоните, пишите. Средства связи указаны на ваших экранах. 28-58-69, номер прямого эфира и номер WhatsApp 8700-028-58-69. Вы согласны также со своей коллегой? На государственной службе... Он включит, продолжайте. На государственной службе должны работать такие ответственные руки. По характеру должны... Включите, пожалуйста, микрофон. Вы выключили микрофон. Включите, поднимите вверх кнопочку. Все, теперь продолжайте. Государственная служба, в случае по характеру должен быть ответственным. Повешенный, терпеливый, коммуникабельный. Потому что мы работаем большинство в районе с сельским населением. Наша задача, как сказать, быть приводником между главой государства и людьми. Наша задача довести до нашего населения все те законодательства, все новшества, которые наш президент и наш законодательный акт довести до населения. Потому что, так как мы работаем с сельским населением, у нас должна быть взаимосвязь с нашим старшим народом. Мы должны быть коммуникабельными. Мы должны понять каждого человека, довести до каждого человека все новшества, помочь им в тяжелых ситуациях, если они есть. Мы как представители, как говорят, власти, но мы избраны народом. Мы служим для народа. И мы должны всегда слушать народ, все их пожелания, решать вопросы. И я со своими коллегами согласна полностью. Государственный служащий, он очень ответственный человек должен быть. Потому что служба народу – это очень, как сказать, ответственная работа. И мы вот, пользуясь случаем, хочу, конечно, поздравить всех моих коллег с таким праздником профессиональным. Пожелать им удачи, терпения. Вам спасибо большое за то, что пригласили. Давайте сейчас передадим коллегам. А не волнуйтесь, соберитесь. Я думаю, что наш эфир проходит отлично. Поэтому уже, наверное, освоились в нашей студии. И хотелось бы и вам предоставить слово. Скажите, пожалуйста, как бы вы объяснили вообще общественную пользу своей работы именно для народа? Вот вы говорите служить народу. Мы уже поняли основные функции вашей миссии. Главное, наверное, действительно, как мои коллеги говорят, когда пришедший на госслужбу знает, чем он будет заниматься. Это самое главное служение народу. Общественная польза, ну как, даже вот просто можно привести пример. За любым, за любым вопросом на селе приходят именно, обращаются в Акиматы по любому поводу. И вот госслужащий, находясь на месте, должен обязательно найти выход, дать правильный ответ, помочь по мере возможности. Ну, работая на госслужбе 18 лет, я пришла на работу в 2004 году. И до сих пор работаю в одном и том же месте, в сельском округе Еган-де-Булах. И нисколько не жалею, как можем и помогаем нашему населению. Поэтому по-всякому бывает, население бывает недовольное, но госслужащие за годы госслужбы вырабатывается характер. Действительно, это и терпение, уравновешенность в первую очередь, потом знание законов, уметь ответить правильно, потому что у нас население сейчас очень продвинутые, могут по любым вопросам задать, просто проверить государственного служащего. Поэтому надо всегда знать ответ и стараться помочь. Не бывает такого, чтобы человек вот ушел, и вот неудовлетворенный, вот не знает такого. Не должно быть в госслужбе. Раз работаешь, мне кажется, надо честно служить народу. Спасибо. Ну вот уже многие годы работа в госструктурах находится на пике популярности, да, и государственная служба привлекает и молодых специалистов со стабильностью, льготами. Вот и сейчас мы видим в студии молодого специалиста Альбина Вас, в частности, вот как вы сами пришли к этому и решили посвятить свою жизнь государственной службе. Через что вам пришлось пройти, да, чтобы прийти к этой деятельности? Я закончила закату имени Жангирхана по специальности строительства. И в 2012 году поступила первый раз на государственную службу и по сей день работаю в отделе архитектуры, градостроительства и строительства района Батерия главным специалистом уже на протяжении 10 лет. О своем выборе я, конечно, не жалею. Я привлекла стабильность, привлекло то, что ежегодно оплачиваемый отпуск, карьерный рост, вот. Ну, в общем, мне очень нравится объяснять людям, что-то рассказывать. То есть я сама по себе коммуникативный человек, коммуникабельный. И мне очень нравится, что ко мне кто-то приходит, обращается со своими заявлениями, обращениями, желаниями, вопросами. И мне, ну, конечно же, в рамках законодательных норм нашей республики объясняешь, подсказываешь, разъясняешь. Вопросы, те вопросы, которыми занимается наш отдел, они направлены на сферу земельного законодательства, на сферу архитектуры, строительной деятельности. И, конечно, государственная служба предъявляет к нам тоже высокие морально-этические какие-то требования. То есть государственный служащий в любом случае должен уметь слышать человека, уметь справедливо где-то принять решение, объяснить, разъяснить. Нелегко порой, но все же это работа, это какая-то заинтересованность. В будущем хочется быть самодостаточной, развитой. Поэтому в любом случае, пока не собираюсь покидать государственную службу, пока буду работать, служить народу, помогать по мере возможности, объяснять, разъяснять. Ну вот что вы посоветуете молодым людям, которые решили посвятить свою жизнь в государственной службе, да? К чему надо готовиться и к чему нужно быть готовым, да? Ну, готовиться в основном нужно к тому, что у тебя все равно перестроится какой-то характер, ты будешь более терпеливым, более слышащим человека. То есть все равно у тебя какие-то детские шалости, детское вот это все пройдет. Это все равно такая ответственная работа, ты должен прям как-то быть ответственным, справедливым. Поэтому нужно готовиться к переходу какого-то вот склада характера, да? К любым обстоятельствам, да? Да, к тому, что нужно будет читать побольше законов, побольше саморазвиваться, то есть даже речь развивать, вот. Ну, в любом случае не нужно бояться, нужно идти, работать. Ну вот более уже люди с опытом, вы что могли бы тоже порекомендовать молодым специалистам, которые тоже хотят видеть себя в этой сфере? Когда я пришла в свою сферу, мне мой учитель говорил, пришел человек за любой госуслугой, даже если вы ему отказываете в услуге согласно действующего законодательства, он не должен уйти с чувством неудовлетворенности. В любом случае, даже если он получил отрицательный ответ, человек должен уйти удовлетворенный. То есть государственный служащий еще должен быть хорошим психологом. Поэтому государственный служащий – это профессионал с высокой буквы. А вы что можете, в вашей нынешней должности предшествовал какой-то долгий подъем по карьерной лестнице? В 2003 году, когда я устроилась на госслужбу в отдел сельского хозяйства, я устроилась главным специалистом, затем отдел сельского хозяйства был объединен с отделом сельско-земельных отношений, потом опять реорганизация была, потом вновь с отделом предпринимательства это объединение было, потом опять реорганизация. И вот на сегодня отдел сельского хозяйства и предпринимательства, уже такой отдел у нас, на сегодня я являюсь заведующим сектором предпринимательства. И тот опыт, который я приобрела с 2003 года, он безусловно, безусловно, мне сейчас, в нынешней моей работе, очень мне помогает. Я практически знакома со всеми действующими, работающими сельхозформированиями, предпринимателями по ходу своей работы. И могу общаться на таком уровне, когда мы можем объяснить, разъяснить любые вопросы, поступающие к нам. И я считаю, это только с годами, с опытом все это приходит, такой навык. И вот, конечно, терпение первым делом нужно. И надо просто госслужбу любить, потому что государственная работа, это не всегда праздники, не всегда выходные, но просто надо любить эту работу. Ну, сегодня в праздник-то вы отдыхаете свои профессиональные? Наверное, будете принимать поздравления, это после эфира сразу тоже. Поедем на работу. Какие-то мероприятия торжественные какие-то тоже, церемонии будут. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех-всех государственных служащих с таким профессиональным праздником. пожелать крепкого здоровья и чистого неба над головой всем-всем-всем гражданам нашей республики. Спасибо. Насчет карьеры тоже можно поговорить. Я начала работать в Первосоветском сельском округе, ныне Шалгай, с 2008 года главным специалистом. Поработала в этом же Акимате сельского округа 13 лет. И вот в этом году, 17 апреля, состоялись выборы в Акиме сельского округа, куда я подала свою кандидатуру. И 17 апреля, как говорится, я выиграла эти выборы. Население поддержало. В этот раз в нашем округе были впервые выборы, которые люди сами выбирали кандидатов. Было 4 кандидата у нас. Было, скажу, нелегко, конечно. Но с помощью своего населения и с помощью своего опыта, который на протяжении 13 лет я проработала, население меня поняло, поддержало. И с большим количеством голосов я выиграла. Это для меня тоже очень большая радость. Это значит, что все мои 13 лет моей работы оценила население, поддержала, как говорится. И вот... Всегда ли удается находить с населением общий язык? Ведь бывают разные моменты, ситуации. И как вы считаете, почему все-таки в обществе много таких негативных стереотипов о государственных служащих, о чиновниках? Ну, знаете, не все. Это бывает такое, конечно, да? Ну, как вам сказать? Сейчас, сейчас, мне кажется, почему такое происходит? Много в интернете, много всяких вот, как сказать, ненужной информации. Фейковые бывают информации. И начинаются какие-то спорные ситуации у нас. И мы всегда должны, как госслужащие, всегда это, например, информация поступила, все это узнать с первого сначала, точности, и людям объяснить, что эта информация фейковая или эта информация нормальная. Нестоверная. Но есть такие люди, конечно, кто против госслужащих, но таких все равно мало. Большинство населения, оно довольна нашей работой, потому что, как вот мои коллеги говорили, приходя в Акимат, они примерно на 100% уверены, что мы им поможем. И мы им помогаем. Как сказала Галина Васильевна, хоть будет отрицательный ответ, но человек должен быть удовлетворенным. Мы им до каждого слова все объясним, что это положено, что это не положено. И человек, когда уходит удовлетворенный, мы тоже удовлетворяемся этой работой. Свою работу мы любим. Мы как-то даже вот эти выходные, без выходных, это как-то положено, понимаете? Мы всегда все вместе общаемся. Наш район очень большой, Байтирек, дружный. У нас более 200 госслужащих, и все мы всегда участвуем во всех мероприятиях, все госслужащие, в спартакиадах, в каких-нибудь шоу. Поэтому минусов очень мало, я считаю, много плюсов у нас. Без госслужбы как-то... Даже не представляем работу другой, вот честно сказать. Уйти в другую сферу, это как-то для нас будет уже тяжело. Мы привыкли к своей сфере, привыкли служить народу, работать с народом очень интересно. Конечно, бывает там не все ровно. Это уже надо признать, конечно, не все ровно. Но большинство, когда решаются проблемы, это и население довольны, и мы сами довольны этим. Поэтому надеемся, что минусов будет поменьше, и всяких, как говорится, как вы говорили, будет меньше. Хороших будет лучше. Таня, вы что можете? Ну вот в части будущего поколения, то есть молодежи, хотелось бы тоже отметить именно свой карьерный рост. Я пришел на государственную службу, можно сказать, недавно. То есть я пришел со сферы образования. В 2018 году я поступил на государственную службу в качестве главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтирек. проработав в данном отделе три с половиной года, в 2021 году был назначен на должность руководителя данного отдела. И то есть наш отдел, можно сказать, он очень широкий, то есть в том плане, что у нас вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы жилья, вопросы транспорта, вопросы ремонта дорог, вопросы благоустройства, вопросы санитарии. То есть у нас в день поступает очень много обращений. То есть в день на личный прием приходит более, то есть ежедневно более 15-20 человек. То есть охота, то есть каждому стараешься разъяснить, дать понять возможности сегодняшнего дня, то есть районного бюджета, областного бюджета также. То есть разъяснить, что какие-то вопросы стараемся решить на уровне своего отдела, которые вопросы уже зависят от руководства района. То есть мы уже стараемся их обсуждать на уровне районного руководства для решения этих задач. А вот на сегодняшний день много вопросов поступает, обращений, вопросов, то есть в качестве улучшения жизни нашего населения, то есть ремонта дорог, того же благоустройства, уличного освещения и так далее. И то есть раньше, когда я лично сам не касался этой работы, то есть как-то не замечал того, что как эти вопросы решаются. А на сегодняшний день, когда занимаю уже данную должность и ты сам, то есть с головой окунаешься полностью вот в это вот, в эти все вот проблемы, в эти задачи, в их вот решения, как их реализовать. И когда ты сам участвуешь в этих, в этом, в этой работе, то есть и в дальнейшем при любой реализации ты уже чувствуешь себя, то есть как бы удовлетворенным. То есть находишь путь решения данных проблем, данных задач. И то есть то будущее поколение, которое в дальнейшем, то есть стремится быть госслужащим, хочется, конечно, пожелать терпения, кто на сегодняшний день, кто поступает на государственную службу. То есть многие поступают, отработав буквально год-другой, бросает, то есть тяжело. Это нужно перетерпеть, это нужно вытерпеть, потому что государственная служба, это в первую очередь стабильность, это карьерный рост, еще раз хочется отметить, это достижение целей. И то есть, когда ты сам связываешь себя со всеми вот этими вот проблемами, и то есть, и когда ты их решаешь, ты, как правильно сказать, что считаешь себя достигнутым, и то есть ты удовлетворенным в данных проблемах, и население уже улучшается качество жизни в этом плане. Спасибо. А я еще раз напоминаю, дорогие телезрители, средства связи, 28 58 69, номер прямого эфира и номер мессенджера WhatsApp 8 700 028 58 69. Ну а сейчас прервемся ненадолго на музыкальную паузу, далее мы продолжим нашу программу, оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро паузу, 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И вот молодежь я призываю Ничего не надо бояться Надо идти вперед Спасибо есть у нас телефонный звонок на линии Алло здравствуйте вы в прямом эфире Здравствуйте я хочу задать вопрос вот они госслужащие говорят обширный план у них работы да даже транспортный там обслуживание населения чтобы было селу хорошо вот у меня такой вопрос ваше вот это действие входит так ваши таксисты которые цены поднимает как на дрожжах а они не думают о людях которые ездят люди едут в больницу. Люди едут там студенты особенно вузов на экзамен такие едут в колледж каждый раз по 700 тенге по карману бьет там она по моему нет такой зарплаты которые можно так позволять себя и потом у всех такие большие машины как их называют шараны да они стоят мы не поедем пока шесть человек не будет нет тогда платите за это но это что такое. Спасибо мы вас поняли входит ли вот это вашу компетенцию да работа таксистов что вы можете ответить. Это наверное я скажу это вопрос в части к моему отделу в части пассажирских перевозок на сегодняшний день хочется сказать что мы осуществляем наш отдел мы осуществляем то есть отдел именно у нас имеется то есть есть регулярные пассажирские перевозки и нерегулярные пассажирские перевозки. Это относится то есть маршруты то есть это автобусы которые во время проведения нашим отделом то есть конкурса тендера по осуществлению перевозок и пассажиров и багажа по определенному маршруту данные участники указывают стоимость проезда в своей заявке. А по поводу таксистов на сегодняшний день этот вопрос он регулирует ценообразование то есть за определенный проезд он регулируется рынком то есть это как и было раньше то есть у них раньше стояли таксометры то есть определенный километр стоил определенную сумму. И то есть на сегодняшний день именно цену такси установленную цену такси на сегодняшний день то есть она не скажем нами не регулируется. То есть вы никак не можете повлиять на частных таксистов? Да мы не можем повлиять потому что они на цену цена у них как бы договорная то есть таксометры у кого-то есть кто-то так договариваются то есть этими переговорами между перевозчиком и то есть услугополучательным то есть на сегодняшний день вопрос стоит таков. Спасибо за ответ. Я напомню дорогие друзья что у нас остается буквально 7 минут до окончания эфира поэтому у вас есть еще время кто хочет поздравить госслужащих с их праздником профессиональным или же задать вопросы. Ну и в заключении может быть кто-то еще хочет поздравить своих коллег с праздником сейчас свободный микрофон пожалуйста. Ну пользуясь случаем конечно хочу поздравить всех государственных служащих особенно нашего района руководство нашего района руководители своего отдела но в частности я очень благодарна своему руководителю за тот опыт навыки знания что он мне поставляет каждый день при решении той или иной задачи помогает. Всех государственных служащих хочу поздравить с праздником нашим профессиональным пожелать крепкого здоровья главное успехов в работе удачи во всем терпение труд все перетрут как говорится так что будьте терпеливыми здоровыми. Ну всего вам самого хорошего достатка благополучия во всем с праздником. Спасибо Альбина есть у нас такой вопрос от телезрителя немножко отвлечемся от работы вы слишком напряжены сейчас больше звонков не будет уже передача подходит к концу. Государственная служба предполагает быть серьезным весь день а какие вы сами дома как вы отдыхаете участвуете ли спартакиаде госслужащих. Вот хороший вопрос от телезрителя поступил кто ответит. Лично я участвую спартакиаде госслужбы я начинала с Натальи Даньярной мы участвовали по баскетболу. Наталья Даньярна сейчас по стритболу участвует и я участвую по Тогуску Малаку и в этом году уже по Бесасак национальная игра. Остальные у нас тоже все участвуют потому что район большой еще раз говорю 200 госслужащих и во всех спартакиадах областных район Батерек активно участвует и занимает хорошие места. Чуть-чуть могу добавить тоже действительно кроме того что госслужащие мы серьезные вот многие говорят же вы в Акимате я не знаю как вы работаете вы все строгие какие-то но выходя на службу мы приняли ограничения обязательства какие-то мы должны выполнять это все. А кроме того кроме госслужбы действительно мы еще занимаемся спортом я вообще сама любитель вязания поэтому у меня я с четвертого класса играю в баскетбол сейчас я в районной команде участвую в областных соревнованиях по стритболу буквально недавно соревнования у нас были поэтому разносторонние мы госслужащие мы же тоже люди. Но все-таки приходя домой вы наверное отключаетесь от работы? От работы нет от работы наверное не получается отключаться но потому что мы же на селе а на селе там и пожар может случиться степной там и свет могут отключиться. Всегда на связи всегда на связи Телефон никогда не отключаете? Нет нет всегда всегда на связи мы все такие здесь Спасибо и еще три минуты пожалуйста Спасибо вам большое за приглашение еще раз всех госслужащих с днем государственной службы с персональным праздником всех поздравляю желаю только процветания нашему родному Казахстану И чистого неба на головой я как представитель сельского хозяйства хочу пожелать в этом году всем нашим сельхозформированием хороших урожаев а также стабильности и счастья здоровья самое главное всем крепкого здоровья Всех госслужащих я хочу поздравить с профессиональным праздником мы наконец-то дождались нашего профессионального праздника с 2014 года он каждый год отмечается 23 июня Поэтому с праздником всех счастья здоровья процветания работать во благо нашей страны во благо нашего народа терпения всем и самое главное мирного неба над головой и всего всего самого хорошего Ну а я благодарю вас за участие в нашей передаче хочу еще раз пожелать вам крепкого здоровья благополучия успехов во всех начинаниях и конечно же новых достижений на благо нашей родины Спасибо что уделили нам время приехали сегодня с поселка и поэтому хочется конечно же поздравить вас еще раз и пожелать всего самого наилучшего вашей нелегкой деятельности Ну вот и пролетело незаметно время нашего эфира Мы надеемся что нам удалось все-таки вам хоть немного поднять настроение настроить на вторую половину рабочего дня Пускай этот день будет непременно добрым и счастливым и принесет с собой радость и приятное общение До свидания и до скорых встреч в эфире Субтитры создавал DimaTorzok